Группа Волощука СД давно решила на полуострове Камчатка побывать. Здесь Волощук служил, здесь набирался силы и на всю жизнь он получил здесь вдохновение заряд. Камчатский край богатый, но суровый. Здесь начинается российская земля. Народ живет здесь смелый и толковый. Когда здесь утро, то в столице еще спят. Мы постараемся вам показать как можно больше вулканы, гейзеры, овачу, сивучей, китов и медведей, памятник Берингу, Петру и Павлу, губернатору Завойко и песни вам споем про этот край, про океан и про людей. Уважаемые любители рок-музыки, едем по направлению к спорту роте Камчатской флотилии, где Волощук СД целый год отслужил. Уважаемые любители рок-музыки, вот она, знаменитая лесенка к спорту роте ведет. А вон там слева спорту рота, деревянная, как сразу так и стоит. Прошло 37 лет, как я отсюда ушел, с флота димбализовался, она все стоит. Пойдем сейчас заглянем в спорту, работает она или нет. И вот эту лестницу вот до оттуда чистила спорту рота, а сверху там чистили моряки, служившие в штабе флотилии. А здесь мы, а снег постоянно шел, все время чистили эту лестницу. Скажите, пожалуйста, тут когда-то спорта рота была, самую роту уже нет? Не могу знать. Что, мужики не служат здесь? Командирование сюда. А что, сопройти нельзя? Никак нет. Я прослужил здесь в спорту роте, я хотел зайти. Разрешение джорного, слабое вас могут быть. Да я понял. Тут раньше вход был в спорту роту, а мы свободно ходили. И с той стороны не зайдем в роту. Там КПП. Уважаемые любители рок-музыки, но, к сожалению, в роту попасть не удастся. В зал бокса, где мы дрались с дружбанами. К сожалению, зона теперь секретная. Раньше был вход свободный в роту. Хоть побывали. И вот сзади меня находится здание Камчатской спорт-роты. И здесь я служил в 83-м году. Я сначала служил на эсминце, а потом выиграл первенца флотилии по боксу. И меня забрали в спорт-роту. И здесь я провел целый год. И меня так посчастливилось, что я трижды участвовал в первенстве флота. Дважды был вторым на флоте, один раз третьим. Чемпионом флота это, кстати, мне удалось. Но, тем не менее, здесь прошли такие активные годы моей спортивной жизни. В стольких соревнованиях участвовал, что даже вы не можете себе представить. Я не знаю, зачем я это делал. У нас был Шушмарев Анатолий Александрович, заслуженный тренер России. Он нас возил по соревнованиям беспрорывно. Магадан, Хабаровск, Владивосток. Здесь только на Камчатке проходили турнир Вилкова и Личева, двух героев Советского Союза. Здесь проходила переноса Камчатской области, переноса города Перпалска Камчатского. И в этом всем спорт рота участвовала. У нас там большая часть мастеров спорта. Было понятно, что на Камчатке мы все время всех побеждали. Но все равно это было интересно. Разъезжали по стороне, дрались беспрорывно. Жаль, что сейчас перекрыто все. Видите, КПП стоит, не пускает. Почему? Раньше вход в спорт роту был свободный с города. А вот в том доме, видите, вот тут домишко. А там живет командование. В флотилии Камчатской. Специальный такой дом для них. А сверху штаб флотилии. Так что вот тут целый год я просто жил в спорт роте. И раз мы рок-музыканты, то я вам расскажу интересный случай, который произошел со мной в спорт роте, но связанный с музыкой. Как мне не удалось стать музыкантом в ранние годы. Судьба отвела прям. Видать, чтобы я не спился, на крайний случай. А дело было так. Когда я только попал в спорт роту, прям перед Новым годом. А я же молодой, но только год отслужил. И меня берут, ставят на вахту, там, ну, как положено, там, и вахту, и тренировки, все проходит. А в Новый год в спортивном зале спорт роты устраивали для моряков, которые служили в штабе флотилии и которые служили в спорт роте. И такой новогодний вечер. Туда приглашались девчонки из местного медучилища, педучилища. Офицеры стояли на втором этаже на балконе. Наблюдали, стояла елка. И из музроты играл ансамбль вокально-инструментальный. Там даже не было этих всех дизжокеев. Ну, я молодой, стою, смотрю там в сторонке. Знаете, стою в сторонке, я, или как, тихонько, я в стороне. И наблюдаю за музыкантом. Мне интересно было. Я же был до этого барабанщиком в ругруппе. И они играют. А парни там, видать, ну, дорвались до свободы. И барабанщик напивается. Игра идет, и он падает с этих барабанов, он лыка не вяжет, все. Они его убирают и без барабанов начинают играть. Но без барабанов уже не то. Я подхожу к ним, говорю, мужики, я могу постучать. Они говорят, а ты что, барабанщик? Я говорю, да, барабанщик, ну, садись. Я сел, ну, я, конечно, отстукал, просто держал ритм. Потому что, понятно, там нужно было сыграться, чтобы синкоп, избивки, все это делать. Но ритм я держал нормально, все хорошо. И после того, как закончился этот новогодний вечер, они мне говорят, слушай, мужик, а ты хочешь в музыкальную роту попасть в флотилии? Я говорю, да, конечно, я мечтаю об этом. Они говорят, тогда так, давай, новогодние праздники пройдут, и мы принесем приказ командующего флотилии, чтобы тебя забрать, перевезти в музыкальную роту. И я довольный, думаю, ё-моё, как же классно, я так мечтал попасть в музыкальную роту. И тут такой случай, подворачиваются. И прошли новогодние праздники, и никто не приходит, не приходит. И так оно все прошло, и все. Я после этого занимался боксом, дрался, ездил по соревнованиям. И когда уже прошел целый год, я отслужил. А у нас там был старшина роты, Юра Мухортов, из Омска, он был откуда-то из Сибири. И он уже демобилизовывается. Я говорю, а ты знаешь, что тебе помешало в музыкальную роту попасть? Я говорю, не знаю. Он говорит, я. А он уже с чемоданами уходить. Демобилизовывался. А я, говорит, когда они пришли тебя забирать, а я сказал, что тебя назад на корабль забрали. И такой довольный, ехидный пошел. Человек не знал, не знал одной вещи. Нельзя вмешиваться в чужие судьбы. Я не знаю, что с ним случилось. Юра Мухортов, привет тебе огромный. Я на тебя не в обиде, потому что я себя тогда попал в спорт роту, то спился бы точно. Потому что у музыкантов жизнь веселая, а я этого дела был любитель. И поэтому все, что не делается, все к лучшему. Зато столько друзей осталось здесь. Боксеров, которые со всего Советского Союза были. Вася Васин, мастер спорта из Баку. Толя Буздеган из Одессы, мастер спорта. В команде Костя Дзюна был. Гусейнов тоже из Азербайджана был, мастер спорта. Прохоров отсюда, Сережа, мастер спорта. Володька Акулин, Романин, тяж был. То есть масса боксеров Дзюна была хорошая. Такие вот воспоминания интересные. Уважаемые любители рок-музыки, А я же вам забыл показать самое главное. Вы видите, что это? Это мои издочки. За дальний поход и первый класс. Волощук СД всегда номер один. Чтобы вы были в курсе. Это первый класс Комендора главного калибра. 122 миллиметра эсминец. Только на третьем году службы я дошел. До первого класса. И поэтому сейчас, когда год служит, ну как можно стать профессионалом? Это невозможно. Только забудешь мамины пирожки за год максимум. И то не до конца. А чтобы освоить технику сложную, это годы тренировок каждодневных. Это не шутки. Поэтому на третьем году службы я стал первоклассным специалистом. И сейчас у нас скоро пойдет третий год, когда Волощук СД создал рок-группу и начал заниматься рок-н-роллом. Поэтому на третьем году службы мы станем номером один в русском рок-н-ролле. Кто-нибудь сомневается? Вижу по глазам, что никто. Вот так и правильно. Уважаемые любители рок-музыки, но раз я стал рассказывать вам про камчатскую спорт-роту, в которой я отслужил целый год, то расскажу вам еще, как я в нее попал. После учебки меня отправили служить на эсминец возбужденный. Это был очень старый корабль 1956 года постройки, в котором матросы жили не в каютах, как на современных кораблях, а в кубриках. То есть в таких помещениях, в которые входишь не в двери из коридора, а спускаешься по трапу в открывающийся в палубе люк. В нашем кубрике проживала вся БЧ-2, то есть боевая часть 2, так на флоте называют подразделения артиллеристов и ракетчиков. И было нас в этом кубрике 52 человека. Группа управления артиллерийским огнем, башня главного калибра, малая зенитная артиллерия и группа управления ракетным огнем. Шконки, на которых мы спали, висели на цепях в три яруса. Люк не закрывался никогда, ни летом, ни зимой, чтобы не задохнуться. И когда корабль стоял у пирса, то по вечерам, когда офицеры сходили с корабля домой к семьям, там начинала кипеть бурная культурная матросская жизнь. Особенно после принятия годками, то есть старослужащими, горячительных напитков. А делали они это каждый вечер. И был там один годок, фамилия, если я не запамятовал, Сбродов, имени не помню. Он был третий разрядник по боксу. И каждый вечер он начинал тренироваться на молодых матросах, готовился к дембелю, ставил удар. Но он поступал благородно, не просто избивал молодых голыми кулаками, а надевал боксерские перчатки, давал их также и молодым, и говорил, защищайтесь. Но молодые, мало того, что никогда боксом не занимались, но еще и очень боялись его, как старослужащего. Многие не понимают, а что боялись-то? Чтобы было понятнее, я объясню, что такое дедовщина, ну или гадковщина на флоте. Перед тем, как я пришел туда служить, там старослужащие забили одного матроса цепями от шконок, за то, что плохо их слушался. А еще четверых закрыли в артиллерийском погребе, заставили его красить, и те задохнулись там от краски. Командира корабля после этого разжаловали, но это не меняет сути дела. Молодые боялись этой дедовщины, а по-флотски гадковщины, и поэтому получалось каждый раз обычное избиение с бродовым молодого матроса, который боялся давать сдачи. А другие гадки залазили в это время на верхние шконки и наблюдали оттуда сверху за этим увлекательным действом, комментируя избиение и веселясь. И вот в один прекрасный вечер очередь дошла и до меня. Тем, кто не знает, скажу, до призыва на службу я уже был кандидатом в мастера спорта по боксу, неоднократным чемпионом Днепропетровска области, призером и победителем различных республиканских турниров. Но я точно так же, как и другие молодые матросы, опасался давать ему сдачи, а только пассивно защищался, уходя от ударов. А он, не испытывая настоящего сопротивления, загонял меня в угол кубрика. И когда мне уже отступать было некуда, я не сильно ударил его левым боковым ударом. И хотя удар, повторюсь, был не сильным, у него случился нокдаун, и он упал на колено. На верхних шконках это вызвало бурный смех и радостные эмоции среди его же товарищей. Сбродову начали кричать «Замочи его, Сбродов!» «Отомсти ему!» Вечер обещал быть очень веселым. Сбродов поднялся, потряс головой и опять кинулся на меня, чтобы наказать наглеца. Мне тогда пришлось нанести ему встречный удар. После этого он просто упал. Честно говоря, мне было страшно, так как мы все знали, что такое гадковщина, и представляли, чем все это может закончиться. Когда Сбродов пришел в себя, первое, что он у меня спросил, «Ты что, боксер?» Я, конечно же, ответил, «Нет, там нельзя признаваться, если ты что-то умеешь». «Врешь, сволочь», сказал он мне. Я понимал, что вечер перестает быть томным, и просто решил для себя, что буду драться до конца, несмотря ни на что. Будь что будет. Но мне не пришлось это делать, так как в ситуацию вмешался один старослужащий, который считался и в кубрике, и на корабле главным авторитетом. Он был родом из Крыма, звали его Владимир, и фамилия у него была запоминающаяся, миленький. Он успокоил всех гадков, возмущенных тем, что молодой посмел поднять руку на их товарища, вывел меня из кубрика и повторил вопрос, «Ты что, занимался боксом?» Ему я уже сказал, что да, я КМС по боксу. Тогда он сказал, «Нам до дембеля полгода, будешь по вечерам тренировать желающих гадков, готовить нас к гражданской жизни, учить боксу». И я этим и занялся. С того вечера, каждый день, человек 15 гадков, по вечерам собирались в корабельной душевой, это такое помещение с кафельным полом, площадью метров 25-30. И там я их и тренировал. По сути дела, я им давал самые азы бокса. Стойка, передвижение, защита, джебы передней рукой, левый, правый, прямой, двоечка, уклоны, нырки, работа в парах. Чуть позже стал отрабатывать с ними боковые удары, удары снизу. А также, периодически, по пятницам, устраивал им спарринги, в том числе и с самим собой. И таким образом, мы плотно прозанимались четыре месяца. Парни делали успехи. На третий разряд каждый из них тянул уже уверенно. И вот в декабре, перед Новым годом, было объявлено первенство Камчатской флотилии. В соответствии с приказом командующего, каждый корабль и каждая подведомственная воинская часть должны были представить на первенство боксерские команды. С нашего эсминца поехали двенадцать моих воспитанников и один старослужащий узбек из Ташкента, который с нами не тренировался, но был, по его словам, перворазрядником. Мои подопечные неплохо там выступили, половина из них стали призерами, а некоторые даже победителями первенства флотилии. Я также дошел до финала. И как назло до финала дошел и этот годок из Ташкента, который, как оказалось, попал со мной в одну весовую категорию. Я понимал, что если я одержу над ним победу, то на корабле меня ждут неприятности со стороны коков-хлебопеков, которые все были старослужащими и выходцами из солнечного Узбекистана и которые за своих, конечно же, будут мстить. Поэтому первый раунд я его практически не бил, а только передвигался по рингу и размышлял, что делать. Во втором раунде, видя, что я только передвигаюсь и наношу легкие разведывательные удары, он начал борзеть, как из бродов в тот памятный вечер. Тогда я его один раз ударил. Все закончилось нокаутом. Конечно же, победа в этом турнире мне никакой радости не доставила. Я сидел в раздевалке и думал о том, что меня ждет на корабле. И тут, как в том кино, в раздевалку заходит капитан третьего раунга, как потом оказалось, это был командир Камчатской спортроты и спрашивает «Товарищи офицеры, а там находились сопровождающие матросов офицеры с каждого корабля, чей подчиненный этот матрос?» А с нами был старший лейтенант Юрков, секретарь комсомольской организации корабля. Он говорит «Товарищ капитан третьего раунга, это со мной, с эсминца возбужденный». Тогда командир спортроты передает ему приказ командующего флотилии, где говорится «Откомандировать матроса Волощука СД для дальнейшего прохождения службы в Камчатскую спортроту». Наш старлей взмолился «Да вы что, товарищ капитан третьего ранга, меня командир корабля с дерьмом съест, ведь служить некому, и так не комплект личного состава». На что ему было указано выполнять приказы вице-адмирала без обсуждений. Вот так я и оказался в спортроте. Оказывается у них такие приказы были заготовлены с загодя и проводили они эти перены с Токамчатской флотилии только для того, чтобы отфильтровать профессиональных спортсменов с кораблей и частей. Поэтому все и проходило так оперативно. И сразу же в тот же день меня оставили в спортроте и прослужил я там целый год, а последний год служил на сторожевом корабле «Лунь». Но это отдельная история. Надеюсь, что вам был интересен этот рассказ про события сорокалетней давности. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории Иван без цензуры Расскажет рокер Валащу 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 Рыб Русской 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 Продолжение следует...